Каждый успешный спортсмен следит за своим питанием и принимает определенные пищевые добавки. Креатин был открыт еще три столетия назад. Еще в те времена было замечено его позитивное воздействие на организм человека. В настоящий момент данные соединения принимают для повышения выносливости и силы. В этом видео вы узнаете, чем полезен креатин, а также много полезной информации об этом веществе. Креатин представляет собой азотистое соединение определенных элементов, положительно влияющих на энергетическое состояние организма человека. Энергия в мышечных волокнах накапливается в виде креатинфосфата. Последний расщепляет, повышает силу мышц. Креатин содержится в рыбе и мясе. Внутри человеческого организма это соединение вырабатывается естественным путем. Если говорить упрощенно, то креатин представляет собой кислоту, в состав которой входят следующие аминокислоты. Метионин, глицин, аргинин. Соединение имеет простой и понятный принцип действия. Креатин оказывает нейтрализующее действие на кислоты, вырабатываемые организмом в ходе интенсивных тренировок и приводящие к усталости мышц. Суточные нормы, вырабатываемые самим организмом, недостаточно для людей, занимающихся спортом. Прием дополнительного креатина повышает тонус и придает силы. Это приводит к улучшению спортивных результатов. Употребление креатина приносит следующий эффект. Первое. Позволяя существенно увеличить уровень силы и выносливости. Второе. Является двигателем повышения мышечной массы. Двухнедельный прием креатина позволяет набрать от 3 до 5 килограммов. Это происходит за счет меньшего расхода гликогена организмом человека. Третье. Увеличивает количество тестостерона. Эффект воздействия креатина на организм атлета весьма ощутимый. Причем он проявляется довольно быстро. Необходимость в приеме креатина возникает в трех случаях. Когда атлет существенно увеличивает нагрузки для улучшения своих спортивных результатов. В результате мышцы во время выполнения упражнений теряют практически всю энергию. И на повторение уже не остается сил. Прием дополнительного креатина позволит исправить эту ситуацию. У атлета появится больше энергии. Схема приема рассматриваемого соединения довольно простая. В ней нет ничего сложного. Суточную дозу рекомендовано разделить на два приема. Однако, есть и другие схемы употребления креатина. Они выглядят следующим образом. Первое. Принимайте креатин первые пять дней по одной чайной ложке четыре раза в день. Такую схему употребления называют загрузкой. Она дает практически мгновенный эффект, ощутимый уже на первой тренировке. Номер два. Стандартная схема включает в себя прием креатина от двух до пяти грамм ежедневно. Эффект от нее появится несколько позже. Обычно это происходит примерно через четыре недели. Употребление креатина не приводит к каким-либо побочным действиям. Негативные последствия от приема этого вещества могут проявляться лишь у тех людей, которые обладают индивидуальной непереносимостью, компонентом соединения. Принимать креатин нужно в виде курсов. Постоянный прием вещества способен вызвать у мышц привыкание к нему. В результате полезные действия вещества могут существенно снизиться. Это вещество относительно медленно усваивается организмом человека. В ходе его доставки к клеткам мышц вещество может распадаться. Чтобы ускорить процесс транспортировки соединений к мышечным клеткам, необходимо употреблять гейнер или виноградный сок. Бывают случаи, когда рассматриваемое соединение не оказывает какого-либо положительного эффекта на организм отлета. Как правило, это происходит из-за неправильного приема. Наиболее типичными ошибками являются следующие. Первое. Предтренировочная доза. Вещества слишком мала. Прием креатина в объеме от 1 до 2 грамм вряд ли принесет ожидаемый результат. Кроме того, нерегулярное употребление соединений также существенно снижает эффект. Принимать нужно не менее 5 грамм вещества в день. Первую неделю можно употреблять по 20 грамм в сутки, разделив их на 4 разные дозы. Затем снизьте ежедневную порцию до 5 грамм. Номер 2. Неправильно подобранная разновидность креатина. Существует несколько видов вещества. Можно принимать креатин, нитрат, многих гидрат. Рекомендую попробовать все перечисленные варианты. Главное, не принимать их одновременно. Так вы сможете подобрать наиболее эффективный для вас вариант. Специалисты также считают, что самый лучший креатин в многих гидратах. Номер 3. Игнорируется цикличность употребления. Чтобы организм вырабатывал 5 грамм креатина в день, нужно ежедневно съедать 1,5 килограмма мяса или рыбы. Намного эффективнее использовать специальные препараты. Кроме того, принимать креатин нужно на регулярной основе. Иначе вы не добьетесь ожидаемых результатов. Номер 4. Неправильные тренировки. Эффект от употребления креатина проявляется при выполнении силовых упражнений. Длительностью от 10 до 15 секунд. Если вы занимаетесь длительными тренировками на выносливость, полезное действие соединения будет проявляться слабо. Номер 5. Убеждение в том, что креатин делает всю работу за атлета. Однако, одного приема вещества недостаточно для получения хорошего спортивного результата. Если вы употребляете креатин, но не нагружаете себя в спортзале достаточно сильно, никакого полезного эффекта не будет. Креатин не имеет никаких побочных действий. Поэтому его прием разрешен даже подросткам. Негативные последствия от употребления этого вещества могут возникнуть лишь при существенном нарушении дозировки. У некоторых людей также может проявиться индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, входящих в состав креатина. Обязательно приобретите креатин для тренировок. Это соединение позволит вам добиться максимально спортивных результатов. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok